Дорогие друзья, приветствую вас на мастер-классе по перфомансам. Привет! Я хочу сразу сказать, что на самом деле это не мастер-класс, это литра. И еще такой вопрос, вам меня слышно? Да. Окей. Если кому-то будет вдруг меня не слышно, говорите. Потому что я стараюсь поберечь голову до вечера и говорить не слишком громко. Поэтому вам придется идти сюда тихо. И вернусь к тому, что это не мастер-класс, это лекция. Но учиться чему-либо, зачаться совершенно невозможно. Особенно, если просто сидеть и развесить уши. Но учиться можно чему-нибудь, только если действительно практиковаться. И то, что я вам сегодня расскажу, это, скажем так, идеи, это направления о том, в чем вы можете практиковаться и чего вы можете добиться. Поэтому я снимаюсь со всяческой ответственности. И перегладываю ее на вас, как в принципе в жизни и должно быть. Каждый из нас должен взять на себя ответ. А сейчас давайте мы говорим про перформанс. Не даже ставить. Да, на свадьбе мы будем говорить про перформанс. У меня так немножко привычнее. И давайте разберемся, что такое перформанс. Кто знает. Представление. Давайте по руке. Поднимайте руку, говорите. Представление. Еще вариант. Погромче, погромче. Ага. Шоу. Ты прям все в эту кучу смешал. Интересно. По руке. А потом вновь говорим. Что ты хотел сказать? По готовке не будет. Я вверху. Окей, хорошо. Еще вариант. Товаровская команда. Как? Товаровская команда. Так, отлично. Еще что-нибудь есть в вариантах? Кто знает, что такое перформанс? Действие у нас не отлично. Гайс. Окей. Очень хорошо. Зачем я вас спросила, что такое перформанс? Для того, чтобы вы задумались. Потому что многие из вас... Скажите, кто бывал на сцене и выступал? Так, проще спросить, кто не был на сцене и вообще никогда не выступал? Ну ты вчера выступал, ну ты че? Хорошо. Все выступали? Все знают, каково это быть на сцене. Но все ли думали о том, каково это быть на сцене и что вообще там делаешь? Потому что очень часто мы оказываемся на сцене по случайности. Мы что-то там крутили, тренировали, потом нам «А, завтра выступать!» Вот это набегаемый сын. Че-то выступаем, мы вообще ничего не поняли. Или уже все закончилось? Был такой, да? И вот так на самом деле будет каждый раз. Только выходить на сцену, вот это, вот это, бац, уже все закончилось. Почему я готовился? Так что же такое перформанс? Сейчас я поговорю с вами про вид и... Окей, давайте я пару слов скажу. Меня зовут Зап, и я выступаю уже 5 лет. Это очень маленький срок, но выступаю я достаточно интенсивно. Сложилось так, что я не профессионал в ни в одном сценическом виде деятельности, но напробуюсь кучу разного всего. Я была жонглером, я была танцором, я была стриптизершей, я была ведущей... Я пела. Ой. Ну, это потом. Лично. Вот, в общем, я попробовала всякие разные виды перформанса, и что самое главное, 4 года назад мне ужасно повезло. Я встретила своего будущего мужа. Да. И я хочу вам... Да, я хочу рассказать вам об этом человеке, вы еще... На самом деле, все, что вы сегодня услышите, это все на самом деле говорит он. То есть так представьте, что на самом деле у меня борода, да, и совсем вот, ну, я совсем по-другому выгляжу, потому что все, что я узнала о перформансе, я узнала от него. Его зовут Джон, и он французский уличный артист, профессиональный уличный артист, то есть он больше ничего не делает. В жизни только выступает на улице. Круто. Не на сцене, не на корпоративах. Именно на улице. Он выступает с 13 лет, уже 17 лет занимается этим, и он за свою карьеру стал одним из лучших уличных артистов. Ну, если не в мире, то во Францию точно. Вот он мне недавно похвастался, что собрал на фестивале толпу 700 человек, и целый час они сидели и его слушали. Его шоу включает элементы с огнем, он работает с инчаками и огненным лучом, но при этом он не считает себя фаерщиком, потому что считает, что фаерщики все умылые и вообще делать там нечем. Вот так. Догадайтесь, почему он это считает, потому что он был фаерщиком 7 лет, и ему это надоело. Одна из талей сегодняшней лекции сделать так, чтобы ну, в некотором смысле, кому-нибудь из вас тоже надоело, и вы стали артистами. Из фаерщиков в артист. Вот такой сразу наезд. Та-дам! Итак, что же такое перформанс? Давайте разберемся. Есть разные виды перформанса. Перформанс в целом это некое действие, в котором есть исполнитель и тот, кто его созерцает. Если воспринимать перформанс с этой точки зрения, то перформанс, например, меня начался тогда, когда я издала свой первый крик. Вынули! Подняли! А-а-а! Начался перформанс по имени Запп или еще как-то, да? И перформанс этот продолжится дым от последнего вздоха, а может быть и чуть-чуть подальше, если там похороны какие-то будут, и все равно это. Вот. И смотрите, что такое перформанс? Это некое действие, у которого есть наблюдатели. Когда начинается перформанс, тот, которым мы занимаемся профессионально? Вот вы, фаерщики, вот когда начинается ваш перформанс? По руке. Когда появляется зритель. Хорошо. Когда оборудование берешься и начинаешь. Когда взял в руки реквизит. Когда начинаешь продумывать, что ты будешь делать. Хорошо. А когда он заканчивается? Не заканчивается вообще перформанс. То есть вы постоянно в перформансе сейчас. Окей. Ну смотрите. Многие люди думают, что перформанс начинается тогда, когда они вышли вот так на сцену, встали, еще и перформанс не начался. Началась музыка и начался перформанс, да? А потом музыка закончилась и все нормально, перформанс закончился. Есть такие ребята. Есть люди, которые думают, что перформанс начинается тогда, когда я надел на себя сценический костюм и начал настраиваться. Есть люди, которые думают, что перформанс начинается тогда, когда его начинаешь создавать. Ну и заканчивается. Заканчивается он тогда, когда мысль переключается на что-то другое. То есть перформанс, в зависимости от того, как вы его понимаете, может охватывать разные объемы вашей жизни. Какие виды перформанса бывают? Это очень условная сейчас градация. Будет можно по разным-разным шкалам разделить перформанс. Ну вот так. Самое простое. Бывает демонстрация, а бывает шоу. Что такое демонстрация? Вы наверняка все это знаете, потому что это в основном то, чем вы занимаетесь. Демонстрация – это когда мы берем в руки реквизит и демонстрируем те навыки, которые мы приобрели в обращении с этим реквизитом. То, что мы натренировали, скажем так прямо, на дрочи. Вот так. И демонстрация происходит, как правило, под музыку. Второй вид – это шоу. Что такое шоу? Это такой способ работы со зрителем, когда вы используете разные навыки. Например, навыки обращения с каким-то реквизитом, навыки танцевальные, навыки актерского мастерства, навыки речи, может быть, у вас есть сценической. Когда вы используете разные навыки для того, чтобы создать некий эффект со зрителем, да? Для того, чтобы зрители испытали с вами какие-то эмоции, которые не испытывали без вас. Все так туда смотрят, интересно, что там такое происходит. Вика колесо делает. Хорошо. Окей. Итак, смотрите, демонстрация и шоу. Ваш выбор что? Шоу. А что вы делаете? Демонстрация. Мне нравится ваше честное. Честно, честно. Чем характеризуется шоу? Шоу, как правило, характеризуется тем, что публика в него активно вовлечена, тем, что внимание постоянно присутствует. Как можно еще разделить перформанс на виды? У нас бывает сольный перформанс, дуэт и команда. Ну, трио там, не знаю, еще что-то. Что у нас еще бывает? У нас бывает импровизация и заготовка. И вот с помощью вот этой градации вы можете сейчас сами подумать, а как я обычно выступаю. То есть, может быть, у меня бывает соло, может быть, у меня бывают команды или дуэт. Или иногда я импровизирую, иногда я показываю то, что я заготовила. В зависимости от того, что происходит, меняется наше пребывание на сцене. Если вы на сцене один, все, вы вот здесь, вот вы думаете сам за себя, сам за себя отвечаете. Все происходит так, как вы решили, вы главный. Если у вас коллектив, то, может быть, вы главный, а может быть, кто-то главный, вы все время слушаете его, смотрите его, да кто-то руководил. Вот, кто часть коллектива здесь? Опять проще спросить, кто нет. Кто есть, кто один вообще? Вау, три человека. О, там еще три, четыре. Четыре японшки, ну, это смысла взяты. Окей. Вот, это совершенно разное сознание артиста, когда вы мыслите себя частью коллектива и когда вы мыслите себя одиночкой на сцене. Потому что, когда вы часть коллектива, в некотором смысле это проще, потому что вам, ну, не нужно думать, да? Ответственность распределена на несколько человек. Но и внимание, и папки тоже распределены на несколько человек. Ага. Не, я не вам. Супер. Окей. Итак, давайте вернемся к... Вот мы сейчас с вами разговариваем о чем? Это называется самосознание артиста. Когда мы выходим на сцену, я считаю, что каждый человек, артист, должен задать себе два вопроса, прежде чем выйти на сцену. Первый звучит так. Кто я такой? Что этот вопрос значит? Ну, то есть, вы выходите на сцену. Кто выходит на сцену? Выходит фаерщик? Или выходит артист? Или выходит танцор? Или певец? Или кто выходит? Да? Или выходит актер, который манипулирует реквизитом заодно? Или выходит одинокий романтический юноша в поисках понимания со своей возлюбленной. А рядом с ним выходит его возлюбленная, да? Кто выходит на сцену? Вот это нужно понимать. Потому что в зависимости от того, кто выходит, он выходит по-разному. Второй вопрос, который должен задать себе любой артист, прежде чем выйти на сцену, это... Зачем я туда поперся? Ответы бывают очень разные. Среди популярных. Заработать бабла. Хороший ответ, между прочим. Показать всю силу своего таланта. Рассказать людям о каком-нибудь важном месседже, например, там, любите друг друга, нет войне, там, еще чего-нибудь, да? За славой. Ну, чтобы девчонки узнавали, там, чтобы их кадрить было легко, да? Или мальчишки. Вот это популярные четыре мотивации. И каждая из них по-своему хороша. Хорошо знать, зачем идете конкретно вы. Кто идет за тем, чтобы сказать миру о каком-то важном сообщении, что-то изменить в мире? Кто? Кто? Руки покажите. Никого. Первый раз такое слышать? Окей. Кто идет за славой? Твою человеку. Твою человеку. Три. Три отличные. Кто за баблом? Аня. А остальные зачем ходят на сцену так? Ах, разно. Ах, разно. Кто демонстрировал свои умения. Ладно, да, кто таланты демонстрирует свои прекрасные. В общем, понимаете, вот-вот общая сумма большинства проголосовавших сейчас явно меньше, чем все, кто здесь находится. Кто не знает, зачем он туда ходит? Вот так. Кто руку не поднял ни разу, поднимите руку. Че вы вообще ходите? Нам нравится. Да, потому что это наркоман. Чтоб кадрить. По-другому наркоманы. Ага. И длиться его целью. Отличный раз. Кто ходит на сцену, чтобы кайфовать? Отлично. Там кайф, я ощущаю. Отсижаешь пост. Это приятно прилагающее. Хорошо. Окей. Смотрите, не важно, как вы отвечаете на этот вопрос, какие именно варианты вы выбираете. Можно несколько, можно один. Главное, чтобы вы четко понимали, какой для вас самый важный. Зачем вы идете на сцену? Потому что если вы ходите на сцену за баблом, а думаете, что вы идете сообщить миру какой-то месседж, это не сходится. Это не работает вместе. И когда вы выходите, то люди видят какой-то конфуз. Вы делаете одно, а ощущаете себя по-другому. Главное, честно ответить на этот вопрос. Потому что среди артистов не очень популярно думать и отвечать, что я иду туда за баблом. Но если честно, кушать-то надо что-то, да? Бабло это немаловажно. Для того, чтобы свои таланты показывать и получать удовольствие с удовольствием, деньги тоже нужны. Поэтому не стесняйтесь говорить, что вы ходите за баблом. Если вы хорошо делаете свое дело, если честно, какая разница, зачем вы туда ходите? Это только для вас эти ответы, не для кого другого. И теперь смотрите. Вот мы отвечаем на эти два вопроса. Кто я? Зачем я пошел на сцену? У нас есть внутри ясность. И как это влияет на наше появление на сцене? Вспомните обычный перформанс. Вот мы готовимся к нему. Мы одеваемся, красимся. Вспоминаем, что нам там нужно делать. Реквизит свой готовим. Замачиваем все дела. Вот мы уже стоим на выходе у сцены. Многим из вас это сегодня предстоит. Ясность внутри есть. Что происходит дальше? Объявляет ваше имя. Запад говорит. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Такой-то. И дальше, ну не знаю, у кого-то начинается музыка, кто-то выходит до своей музыки. И начинается перформанс. Внимание, с того момента, как мы оказываемся на глазах у зрителя. То есть, мы можем стоять еще за сценой. На ступенечках, вот на этих. Но вот этот вид трибуны, вот эта вот трибуна, она нас уже видит. То есть, перформанс уже начался. И если мы там стоим за сценой, то зрители видят что? Они видят вот это. Для них перформанс уже начался. И потом начинается ваша музыка, вы делаете... И вы выходите на сцену. Они, зрители при том, что они в достаточной степени придурки, они не идиоты. Это всегда нужно помнить. То есть, они, конечно, смотрятся, раскрыв рот, но они при этом все понимают. И считайте, что ваш перформанс начался с того самого момента, когда вы можете оказаться на глазах у зрителя. То есть, вот, примерки у нас сегодня классные, кстати, мне очень нравится. Поэтому, да, поэтому переодевание артистов, я думаю, тоже будет на глазах у зрителя. И я думаю, стоит это сделать в красивости. И вот смотрите. Смотрите, из чего состоит каждое выступление. Каждое выступление, как и все вообще на этом свете, как наши жизни, как литературные произведения, как песни и фильмы состоят из вступления, основной части заключения. И вот вступление, вот это самое, вступление, что это такое для нас, артистов? Это момент нашей самопрезентации. Оно может быть вступление внутри нашего номера, да? Ну, вот сколько-то вы там по музыке задумали, что вот это вступление, а потом, значит, основное началось, да? Вот у кого-то вчера было, сначала там они вышли за стол, сели, да? Потом, значит, там уборщица прошлась, убралась, а потом, в общем-то, основное, тра-ля-ля с огнем началось, да? И вот это было вступление, такая затравочка, как бы мы пошли в историю некую вместе с ними, а потом уже была основная часть. И вот это вступление стоит отделять от того вступления, которое лично для нас, для артистов происходит. Когда мы только появляемся на сцене, первые несколько секунд, зрители, глядя на нас, получают первое впечатление, у них складывается мнение о том, кого они увидели. Потому что когда какой-то человек выходит на сцену, люди еще не знают, кто это такой, и они сильно смотрят на него внимательно, чтобы понять, кто это такой, что он сюда пришел. Они пытаются понять, кто он, зачем он здесь. Та-дам! То же самое, что и вы. И это очень важно, как вы появитесь на сцене, потому что, например, у некоторых вчера тоже такое было, с точки выход, да? То есть, сначала они выходят, потом начинается музыка. И вот они выходят, там что-то, короче, суетятся, что-то раскладывают. Кто-то вот так раскладывал вчера. Да? Вот это все было попрощено к зрителю. Очень красиво, мне понравилось. И потом начинается музыка и... Алло! Знаете что, вот мне, если честно, хочется вообще всем задать кристонов за вчерашний вечер коллективу. Почему? Потому что очень долго готовились и вообще не думали о том, как смотрят зрители на вас. Ну, понятно, что все свои, там, чё, там, я все знаю, там, свои пальчики, да? Зритель, всегда зритель, а вы всегда артисты. Что бы ни происходило. Есть такое мнение, что типа, ады друзей выступить, чё там, ерунда, они меня и так все знают, они уже... У них уже есть мнение обо мне. Если мы наплевательски относимся к зрителю, вне зависимости, кто он такой, у него складывается мнение о нас, что нам наплевать на него. И он уже смотрит вот так вот, ну, чё там, какое-то шоу, да? И смотрите, когда мы долго готовимся к поступлению и бегаем, рассказываем все реквизиты, у нас при этом чёрт знает какое лицо, и мы там орем там друг на друга, эээ, там то принеси, это подай. Какое впечатление складывается у зрителя, то, что происходит? Ребята, а можно попросить вас всех сесть вот так вот поплотнее, вот туда, вот туда, и поближе, чтобы было легче слышать и легче говорить? Да, обжимайтесь, да. Спасибо. Итак, смотрите, вот эти первые секунды, когда вы появляетесь на сцене, вот вчера они для многих начались вот в таком вот положении, вот как-то вот так, ага. Сегодня подумайте о том, как вы выйдете на сцену в самый первый раз, ваши самые первые шаги перед пятью тысячами человек. Что они подумают о вас, когда вы сделаете эти шаги? Как бы вы хотели их сделать, чтобы они подумали о вас так, чтобы выступление прошло хорошо? Ну, подумайте, что перформанс – это когда я выступаю и всё. Перформанс – хорошее шоу, это всегда обмен энергии. Сегодня пять тысяч человек будет направлять на вас в свои глаза, свою энергию, это очень много. Я как ведущий, который обычно один на сцене, обожаю этот момент, потому что пять тысяч человек вот так берёшь, тадам, и возвращаешь им энергию туда. Было бы глупо думать, что мы приходим за тем, чтобы забрать эту энергию, потом её куда-то унести. Это постоянный обмен, и если мы понимаем это, наш перформанс происходит гораздо лучше. И те из вас, кто сегодня будут выходить на сцену, раскладывать реквизит, помните об этом и делайте это так, чтобы это не нарушило вашего последующего шоу, когда действительно звучит музыка, и вы действительно выйдете и будете что-то показывать. С одной стороны, вроде как зрители понимают, но это же ещё не началось, да, что они там реквизит раскладывают, а с другой стороны, как вы это делаете? А понимаете ли вы, что на вас в это время смотрят пять тысяч человек? Ага. Лучше бы понимать. И точно так же, вот смотрите, это было вступление. Мы как-то выходим на сцену и как-то себя показываем. Было бы неплохо понимать, как и что мы показываем. Дальше идёт основная часть. Ну, понятно, большинство это заготовка, не импровизация. Скажите, есть кто-нибудь, кто импровизирует с огнём? Я сейчас не про демонстрацию говорю. Не про демонстрацию, а про, скажем так, шоу. Есть кто-нибудь, кто берёт волонтёра во время своего выступления? Е. В смысле из публики выбираете человека и что-нибудь с ним делаете. Ты один, два, три. Отлично. И здесь, в смысле, не на фестивале, а вообще в жизни. Да. Е. Отлично. Спасибо. И вот смотрите, вот основная часть. Ну, неважно, вы приготовили это или это импровизация. И затем заключение. Тоже очень важный момент, о котором вчера многие забывали. Заключение. Что это такое? Это какой-то финальный бам, который происходит в вашем шоу. Это какой-то аккорд, который даёт людям понять, что всё заканчивается, заканчивается и... Закончилось. И всё, сомнений больше нет. Всё. Вот. Та-дам. И после этого что происходит обычно? Партисты идут собирать свой реквизит. Вот вчера такое было. Что за дерьмо, ребята? На вас смотрела, столько народу давало вам свою энергию. Ну, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но тем не менее, люди... У нас, честно говоря, в России ужасно вежливые люди. Мне так нравятся зрители. Вообще просто зайки. Они всегда хлопают. Даже если им вообще не понравилось. Вот в какой-нибудь Франции хлопают? Нет. Не хлопают, если нравится. А если есть еда какая-нибудь? В руках. Ну, бывает такое. На уличных выступлениях могут, в общем-то, и, ну, там, бросить куда-нибудь. Не то чтобы прямо помидор в лицо, но, поверьте, вот это выражение точно пришлось в Франции. Потому что во Франции самая паршивая публика на свете. Вот такая. Они все видели, им ничего не нравится, и ваши перформансы им до лампочки. Окей. И зрители у нас в России очень хорошие, поэтому, ну, как их не отблагодарить за то, что они смотрели, не отвлекались, такие внимательные, вот эту всю энергию вам давали. Самый лучший способ отблагодарить зрителя, это после вот этого финала остаться на сцене, развести руки и сказать внутри «Спасибо вам всем!» и поклониться. Во вообще! Это очень важный момент. И на него, скорее всего, вот, по моим наблюдениям, реже всего обращают внимание. Это нужно тренировать так же хорошо, как вашу основную часть. Вот вы все были вчера люди, которые вообще не поклонились. Молодцы! Были люди, которые поклонились так, один сланится, другой же встает, третий там уже разбегается, там кто-то за поем тянется, да? Ну, тоже неплохо, но в следующий раз, когда вы будете репетировать свое выступление, порепетируйте поклон! Как вы это сделаете? Все вместе, от всей души красиво и поклонились, а потом раздавая поцелуи, ушли со сцены. В общем, чтобы люди поняли, что вы поняли, что они на вас смотрели и что вы оценили это. Это очень важно, потому что если вы просто свалите, у людей будет такое ощущение, как будто вы взяли вот эту всю их энергию и утащили куда-то. И они будут думать, вот дерьмо, что я на него смотрела, вообще говнюк какой-то. Вот это то, что реально думают люди, когда ни поклона, никакого непрощения не происходит. Поэтому нужно прощаться со зрителями, нужно посмотреть им в глаза. Ну, понятно, что с такой сцены никаких глаз не видно, но представьте, когда вы выступаете, особенно если вы один, если вы хотите держать контакт со своим зрителем. Самое ужасное, что вы можете сделать, это начать крутить, как будто вы один, там что-то тренируетесь, да? Если вы хотите быть в сознании на сцене и держать контакт со зрителем, вам нужно смотреть на людей. То есть вот смотрите, сейчас у нас вот такой вот сектор обзора. Я попросила вас сесть поближе для того, чтобы он был не вот такой, не сто восемьдесят, а ну хотя бы там двести, сколько? Двести. Сто двадцать, да. Ну, примерно так. И во время выступления, когда вы выступаете, вы примерно глазами обводите свою аудиторию, ну не обязательно прям вот так, как я сейчас делаю, да? Но вы туда посмотрели, вы туда посмотрели, вы туда посмотрели, сюда посмотрели, сюда посмотрели. И так вы смотрите, вот направляете глаза туда, и вот эти все обсмотренные становятся. Потом вот эти все. Какое ощущение возникает у зрителей, когда так происходит? Им кажется, что вы смотрите прямо ему в глаза. Вот это немножко такое ощущение, если вы были на концерте, да, и звезда какая-то выступает, и вы только смотрите меня, и она такая раз и на вас прямо посмотрела. И прямо так, вау! И вы все для этих людей звезды, потому что вы делаете то, что они делать никогда в жизни не будут. Они точно не будут рисковать своей жизнью с этим ужасным, опасным огнем, который может убить их просто в одну секунду. И уж точно они с этой фигней не попрутся на сцену, понимаете? Вы герои. И когда герои смотрят на них, что делает зритель? Зрители сразу откладывают свой мобильный телефон и начинают смотреть. У них также возникает ощущение, что вы смотрите прямо на него, типа, так, ну-ка смотри на меня, не помню. Не отвлекайся. Куда телефон? Ну-ка смотри на меня. Вот так, понимаете? И когда вы периодически оглядываете вот эту свою аудиторию, когда у него возникает импульс за телефоном, там что-то, он уже так, а нет, сейчас посмотрит на меня, я в телефоне. Не-не-не, надо смотреть на него. То есть вы как бы собираете зрителей вместе с собой, вы их держите вот здесь вот в своих руках. Вы, честно говоря, их контролируете. Что происходит во время перфоманса? Вот это удивительная, на самом деле, вещь. Вот сейчас вечером придут пять тысяч человек. Они деньги заплатили большие за то, чтобы здесь быть. Они будут на вас смотреть, потому что это дорого. Хотя бы так. Если это бесплатно на улице, то, блин, их пойди уговори смотреть. И они будут на вас смотреть, и вы, когда вы будете на них смотреть, они будут понимать, что они не зря отдали свои деньги. Они в следующий раз придут снова, на следующий год. Кто хочет, чтобы они пришли на следующий год с нами? Вы хотите, молодцы, отлично. Кто хочет сам сюда приехать на следующий год, чтобы выступить на главной сцене? На Галышоу? Ес! Галышо? Все. Ну, это шоу тоже неплохо, кстати. Жду, когда же такой перфоманс будет в России. И вот смотрите, когда вы на них смотрите, вы платите эти деньги обратно. И они понимают, что это все было не зря. Ну что же, сейчас я хочу дать для вас маленькое задание. Упражнение. Так, я забыла, в чем заключается упражнение. Но первое задание. Сядьте, пожалуйста, по парам лицом друг к другу. Сядьте, пожалуйста, по парам лицом друг к другу. Смотрите, в чем будет заключаться наше задание. Послушайте сюда. Итак, сейчас я прошу вас рассказать своему напарнику о том, кто вы такой в виде артиста. И что вы делаете на сцене, когда вы артист. По-честному. У вас будет на это примерно 2 минуты. Поехали. Окей, спасибо всем. Можно возвращаться лицом сюда. Скажи, пожалуйста, что ты узнал о своем соседе? Кто он такой и что он делает на сцене? Ниграно. Отлично. Но она мне не нравится, показывает свою творчество.